Сегодня в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА состоится ответный матч, в котором УФА примет шотландский клуб Глазго Рейнджерс. Матч начнется в 19 часов по уфимскому времени на стадионе Нефтяник. Первая игра прошла неделю назад и завершилась победой шотландского клуба со счетом 1-0. На предматчевой пресс-конференции главный тренер Рейнджер Стивен Джерард сказал, что для шотландского клуба важно пробиться в групповой этап Лиги Европы по нескольким причинам. Среди них финансовая составляющая и, конечно, фанаты клуба, которые с удовольствием посещают игры в Еврокубках. Кроме того, Джерард заявил, что не видит проблем в игре на искусственном газоне уфимского стадиона. Не вижу проблем в игре на искусственном поле, ведь оно будет одинаковым для обеих команд. В Шотландии некоторые команды используют такое же покрытие, а еще у нас есть тренировочные искусственные поля. Так что нам не впервые так играть. При всем уважении к Уфе, не думаю, что у нее есть один ярко выраженный лидер. Я бы не стал выделять кого-то одного, а выделил бы всю команду. В свою очередь главный тренер Уфы Сергей Томаров назвал предстоящий матч самым важным в истории клуба. Состояние нашей команды позволяет надеяться на положительный результат в матче. Если говорить о «Рейнджерс», футболисты в очень хорошей форме, учитывая, что соперник выдал длительную серию матчей без поражений, заявил Томаров. Отмечу, на стадионе «Нефтяник» ожидается аншлаг. Будут там и несколько десятков болельщиков шотландского клуба. Мы прилетели в Уфу из Глазгоу сегодня в 5 утра. Летели через Берлин, потом была пересадка еще в Санкт-Петербурге. Фанатом «Рейнджерс» был еще мой отец. Впервые на игру он меня взял, когда мне было 2 года. С тех пор я везде, где наша команда. Мы объездили с ними всю Европу. Когда играли у нас в Глазгоу, футбольный клуб Уфа сидел в обороне. Я думаю, сегодня они больше внимания уделят атаке. Лучший ваш игрок под номером 44. Не помню, к сожалению, как его зовут. Он из Нигерии. Мы уверены, что наша шотландская команда победит, хотя и не можем быть уверенными на все 100%. По мнению экспертов, результат первого матча не приговор для Уфы. У команды Сергея Тамарова отличные шансы пройти в групповую стадию. Главное сыграть внимательно и аккуратно в обороне и постараться не пропустить. Важную роль также сыграет поддержка болельщиков. Редактор субтитров А.Семкин